Праздничная акция «Песни под окнами» охватила весь Леберецкий округ. Только в Краскове театрализованные бригады выступили во дворах восьми ветеранов. Как праздник пришел к Петру Польщикову, расскажет Анна Троян. Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой. День Победы. Ветеран Петр Польщиков встречает хоть и не на параде, но в праздничной обстановке. Театрализованная бригада исполнила для Красковского ветерана фронтовые композиции. Их слова Петр Иванович знает наизусть. Смотреть концерт из окна энергичному ветерану мало. Персональный праздник Петр Иванович провел у себя во дворе. Свидетеля войны поздравили с юбилеем Великой Победы и поблагодарили за мирное небо. Над головой. Спасибо. С праздником. С 9 мая. Несмотря на свой почетный возраст, а Петру Польщикову уже 94, он не сидит без дела ни минуты. Сам все делает по хозяйству, занимается спортом и ежедневно идет к поставленным целям. Никогда не унывающий долгожитель уверен, жизнь хороша в любом ее проявлении. Своему убеждению он посвящает стихи. В жизни были всевозможные причины. Они влияли на душесостояние. Все они, конечно, устранимы, и не стоит пребывать в отчаянии. Жизнь так трудна без приключений, жизнь так без подвигов мертва и от далеких отречений. Душа, что рай без малашка. В 43-м Петр Иванович был призван в ряды советской армии. Ему хотелось внести свой личный вклад в победу. Но судьба распорядилась иначе. Направили в тыл. После войны, уже будучи специалистом по радиоэлектронике, служил в истребительном авиационном полку на Сахалине. Акция «Песни под окнами» напомнила ветерану те самые сороковые, но только не горечь войны, а радость от великой победы. У нас две агитбригады, которые сегодня поздравляют восемь наших ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в Красково и в Малаховке. Делаем мы это от чистого сердца, выражая благодарность нашим ветеранам за эту победу. Когда мы приезжаем во дворы, то из окошек, домов кто-то и выходит. Мы поздравляем этих людей тоже с этим праздником. Многим люберецким ветеранам не посчастливилось увидеть День Победы даже в таком необычном формате. А Красковский ветеран твёрдо решил отпраздновать следующее 9 мая на Большом параде. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.